Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК. Я Екатерина Кашучик. И прямо сейчас коротко о главной теме дня. Больше 400 литров нефти вылилось в реку в Красноярском крае. Первые данные об экологическом происшествии и о масштабах ущерба. Ну, может быть, что-то совсем дорогое, то, что раньше, допустим, позволяли себе купить не в праздник, а в такой будний день. Ну, может быть, чуть реже стало. Да, наверное. Цены снова поползли вверх. После месяца затишья аналитики снова фиксируют рост инфляции. Как это повлияло на вашу продуктовую корзину, проводим голосование в прямом эфире. Жертв может быть больше. Зооскандал с приютом «Империя успеха» получил продолжение. На кадрах из однокомнатного приюта горожане узнают своих потерянных животных. Для того, чтобы поискать, нужно посмотреть, есть грибные места. Вот грибные места, показатели, это поганки, самое удивительное. Дождливое лето дает свои результаты. Сезон грибов стартовал раньше положенного. Рассказываем о самых грибных местах края. 430 литров нефти попало в реку Подкаменная Тунгуска на севере Красноярского края. Очевидцы рассказали новостям ТВК, что разлив произошел примерно в 170 километрах по реке выше от поселка Байки. Как пишут местные жители, нефть лилась в течение 6 часов. Они поделились видео с места разлива. На кадрах хорошо видно, как по небольшому ручью масляные пятна двигаются в сторону Тунгуски. На место приехали сотрудники Росгвардии и Рыбнадзора. Вот она нефть текет. Прям видно ее с ручья. То есть прорвало где-то там трубу, попало все в ручей. И по ручью идет под Каменную Тунгуску. В прокуратуре уточнили, что на трубопроводе 5 июля произошла авария. По предварительным данным, в реку вылилось 430 литров нефти. Так как территориальная удаленность здесь все-таки фактор важный, информация поступает с задержкой. Сотрудники определяются сейчас с вылетом на место и с привлечением специалистов для отбора проб и дальнейшего определения ситуации. Новости ТВК. Сегодня запросили комментарий у компании «Славнефть», которой и принадлежит аварийный трубопровод. Там ответить оперативно не смогли. Вот она нефти. Время осуществила организованная группа. Ведомстве уточнили, что речь идет об убийстве криминального авторитета Владимира Филипова. В ходе расследования Быков свою вину не признал. Напомню, два уголовных дела в отношении Анатолия Быкова об организации преступного сообщества и о подстрекательстве к убийству сейчас соединены в одно производство. 7 сентября прошлого года Свердловский районный суд приговорил Быкова за организацию убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко к 13 годам колонии общего режима. Цены в России вновь начали расти. По данным Росстата, на неделе с 25 июня по 1 июля инфляция была на отметке 0,2%. Хотя до этого месяц подряд цены либо не росли, либо даже снижались. Почему случился такой разворот и что с ценами в Красноярске, выяснял сегодня Виталий Поляков, он в нашей студии. Виталий, привет тебе. Кто же все-таки виноват в росте цен на этот раз или кого назначили виновным? Катя, привет. Власти говорят, что на этот раз главная причина или виновник это рост с 1 июля жилищно-коммунальных тарифов. 1 июля энергетики и наши коммунальщики начали подавать воду и вырабатывать электричество уже по новым ценам. И вот это как раз и сыграло решающее значение. Это мгновенно отразилось и на статистике. Всего один день наблюдений почти обнулило июньское падение цен. Ведь 4 недели подряд инфляция снижалась. Ну и в целом понятно, почему она снижалась весь июнь почти. Лето, пора урожаев, обилие свежих овощей и фруктов сделало свое дело. Но теперь на инфляцию давят тарифы. И не только. Кроме того, сезон отпусков. Путевки, авиабилеты, другие туристические услуги дорожают. Инфляция в годовом выражении все еще высокая, 16%, но ниже, чем была в марте, 17%. Все это говорит о коррекции цен. После шокового роста в феврале-марте сейчас потихоньку, помаленьку цены откатываются. Видно снижение по некоторым категориям. В частности, например, достаточно сильно подешевело куриное яйцо. Мы прогнозируем, что в ближайшее время также пойдут вниз цены на сахар и на растительное масло. Ну и, конечно же, сезонный ассортимент фруктов и овощей радует и своим изобилием, и своими ценами на данный момент. Непродовольственные товары тоже подчиняются общей тенденции. Цены в основном корректируются, либо их рост замедляется. Но в годовом выражении инфляция в этом сегменте все еще двузначная. Медикаменты подорожали с начала года на 12%, импортные автомобили почти на 40%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили, а также на бытовую химию. Электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжили дешеветь. На большинство остальных товарных групп в данном сегменте рост цен замедлился. На автомобильный бензин цены снижаются 17-ю неделю подряд. Ну а теперь давайте посмотрим на чемпионов в изменении цен в нашем регионе. Покажем самую свежую статистику. Май этого года будем сравнивать с декабрем прошлого года. И разобьем товары на категории. Вот, допустим, в категории мяса больше всего подорожала говядина на 21%, а меньше всего свинина на 3%. Морепродукты. Креветки плюс 28%, икра при этом даже подешевела минус почти 2,5%. Овощи. Абсолютный лидер роста цен. Лук репчатый. Он подорожал на полтора, точнее почти в два раза. Огурцы тоже чемпионы, но по снижению цен минус 25%. Если заглянем в общепит, то выяснится, что больше всего выросли цены на гамбургеры плюс 14%. Зато ужин в ресторане в категории общепит подорожал меньше всего на 8%. Ну и, кстати, самая подорожавшая категория товаров и услуг в Крае – это банковские услуги. Плюс 51% к стоимости обслуживания клиентов. Ну и сегодня мы спросили у покупателей в одном из магазинов, как изменились их предпочтения в связи с ростом цен. На пенсии. Потребности и так не очень большие. Ну, пенсию немножко повысили. Ну, как-то вписываешь, в общем-то, излишек нет. Цены? Ну, цены, конечно, цены растут. Не всех это устраивает. Ну, может быть, что-то совсем там дорогое, то, что раньше, допустим, позволяли себе купить не в праздник, а в такой будний день. Ну, может быть, чуть реже стало. Да, наверное. Да, изменились. Сейчас не возьмешь, что раньше брали. Ну, как-то переживем, и я думаю, все стабилизируется. При этом Красноярский стат уверяет, что зарплаты жителей края за год выросли на 19%. И, собственно, такой рост перекрывает инфляцию и рост цен. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сейчас в крае 67 тысяч рублей. А в марте средний показатель был вообще 78 тысяч. При этом прогнозы по доходам скорее все-таки негативные. Потихонечку, постепенно уровень жизни населения будет падать. И для этого еще чем простые причины. Мы теряем рынки сбыта своей продукции. Мы стали продавать меньше газа, меньше нефти. Если будем продавать, то будем продавать дешевле мировых цен. Понятно, что был шок в мире. И цены очень сильно выросли на наши сырьевые ресурсы. Но постепенно мир приходит к некому балансу. Находятся другие поставщики. И сегодня мы увидим, что на европейский рынок американцы поставляют статегазы больше, чем на России. То есть мы сами добровольно теряем рынки сбыта. За первый квартал этого года реальные доходы населения снизились на 1%. Ну а прогноз по итогам года минус 6-7% по доходам. И таким образом доходы все еще не могут достичь уровня докризисного 2013 года. То есть почти за 10 лет мы богаче жить так и не стали. Катя, на этом у меня все. Спасибо. Это был Виталий Поляков. Вы говорили о росте цен после временного затишия. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им с друзьями в социальных сетях, заходите к нам в Телеграм, в группу во Вконтакте, подписывайтесь и следите за нашими новостями. Ведь ТВК – это не только ТВ. Ну и выразить ваше мнение по этой теме вы сможете сегодня в течение этого эфира. Мы проводим голосование и спрашиваем у вас, изменилась ли ваша продуктовая корзина после 24 февраля. Если не изменилась никаким образом, звоните по номеру 8 800 350 57 82. Если вам пришлось отказаться от некоторых продуктов, номер телефона для вас 8 800 350 57 83. А если вам пришлось полностью пересмотреть весь свой рацион, то набирайте 8 800 350 57 84. Оставить свой голос можно также в нашей группе во Вконтакте. Сканируйте QR-код, который видите на экране. Переходите в наши социальные сети, голосуйте, оставляйте комментарии. Итоги подведем в конце выпуска. Россия поставила спецоперацию на паузу. По словам представителя Минобороны, в подразделениях, выполнявших боевые задачи, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома. Цитирует ТАСС своего собеседника в военном ведомстве. Но расслабиться получается не у всех. В Херсоне силовики сдержали диверсионную группу. Она готовила теракты против руководителей Временной гражданской администрации. Херсонская область передает агентство Ария новости. Авиация нанесла удары по острову Змеиный, с которого российские войска ушли в качестве жеста доброй воли. Минобороны сообщает об уничтожении нескольких украинских военнослужащих, которые пытались установить на острове государственный флаг. В свою очередь губернатор Брянской области сообщил об ударе по приграничному селу Некислицы со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет, повреждена линия электропередач. А красноярские полицейские нашли в интернете 858 так называемых фейков о спецоперации в Украине. Об этом сегодня сообщил начальник регионального управления МВД генерал Александр Ричицкий. Ссылки на подозрительную информацию уже направили в прокуратуру для последующей блокировки. Кроме того, полицейские выявили 21 преступление экстремистской и 23 преступления террористической направленности. 15 дел касаются публичной демонстрации нацистской атрибутики. Отмечу, в Красноярском крае известно как минимум о двух случаях, когда решение об административном наказании, принятой полицией, отменяет краевый суд. Так была журналистка издания НГС-24 Мария Антюшева и активистка Верой Котовой. Обе выступали против спецоперации. Суд оштрафовал новую газету на 300 тысяч рублей. Издание признали виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. По словам источника ТАСС, причиной могло стать видеообращение главного редактора новой газеты, Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова о спецоперации в Украине. Этот материал по требованию Роскомнадзора позже журналисты удалили. Однако в самой пресс-службе суда не уточнили, какую именно информацию и в каких конкретно материалах газеты суд признал недостоверной. Решение о штрафе издание намерено обжаловать. Напомню, в конце марта новая газета объявила о приостановке своей работы до окончания специальной операции. Остановлены и обновление сайта, и выход печатной версии. При этом Дмитрий Муратов анонсировал выход нового приложения к газете журнала «Но». Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, новости ТВК есть во всех социальных сетях. Сканируйте QR-коды, которые видите на ваших экранах. Переходите по ссылкам, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну и, конечно, помните, ТВК – это не только ТВ. Я напоминаю, сегодня в течение ТВ-эфира мы проводим онлайн-голосование и спрашиваем вас, как изменилась ваша продуктовая корзина после 24 февраля. Есть ли эти изменения вообще? Если таких изменений нет, номер для голосования для вас заканчивается на 82. И пока голосующих как раз-таки с ответом нет. Меньше всего 23% голосующих в эти минуты говорят, что их продуктовая корзина не изменилась. И абсолютное большинство говорит о том, что да, действительно, перемены есть. 31% всех опрошенных говорят, что им пришлось радикально пересмотреть свой рацион и изменить все свои пищевые привычки в том числе. Какой ответ ваш и какое ваше мнение? Спрашиваем мы сегодня. Как изменилась ваша продуктовая корзина с 24 февраля? Голосуйте в течение этого эфира. Будем следить за тем, как меняются результаты. Красноярцы узнали своих котов на кадрах из приюта «Империя успеха», где погиб кот русский Бэтмен. В редакцию новостей ТВК обратились сразу несколько хозяев пропавших котов. Итак, красноярка Яна рассказала, что ее кот Уголек пропал 13 июня в районе Николаевки. До сих пор питомца не нашли. Однако на одном из кадров, которые появились в сети после скандальной истории с приютом «Империя успеха», девушка увидела похожего кота. Красноярка связалась с приютом, однако там сказали, что такого кота у них нет. Хозяйка Уголька переживает, что же могло случиться с питомцем, случилось ли что-то страшное. И с такой же проблемой столкнулась другая красноярка Анна. Она сообщила, что ее кот Барсик пропал 14 июня и также в Николаевке. Девушка попыталась связаться с приютом «Империя успеха», но безрезультатно. Звонили в «Империю успеха», но по телефону женщина ответила, что у нее нет котов. А если их там очень много, и они сидят в переносах друг на друге в ужасном состоянии? Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, как попасть в приют, посмотреть своего котика? Сама Кристина даже по телефону не желает разговаривать. Красноярки намерены посетить «Империю успеха», чтобы лично убедиться, что на кадрах их коты. Если их предположения подтвердятся, девушки будут обращаться в полицию. Напомню, об этой «Империи успеха» мы рассказывали накануне. Скандальная известность пришла к приюту после истории с курильским бобтейлом по кличке «Русский Бэтмен». Кот потерялся, на улице его нашла неравнодушная красноярка и отдала на передержку в «Империю успеха». А когда хозяева увидели своего питомца в социальных сетях, попросили вернуть кота, владелица приюта сначала отказалась это делать, а позже заявила о смерти животного. Это не единственная подобная история, связанная с «Империей успеха». Более того, приют уже проверяла полиция. На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что весь пол этого приюта усеян экскрементами и грязными пеленками. Некоторые кошки сидят в переносках по 2-3 особи, другие свободно бегают по однокомнатной квартире. 51-летнюю основательницу этого приюта Кристину Газизиазову доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Выяснилось, что у женщины нет документов, удостоверяющих личность. Также полиция сейчас проводит проверку приюта по статье 245 «Жестокое обращение с животными». В Красноярском крае сезон грибов стартовал в этом году раньше обычного. Первым грибным урожаем уже начинают делиться в социальных сетях, в ассортименте подберезовки, маслята, рыжики и даже белые грибы. Как правило, грибники не раскрывают свои места, однако мы собрали для вас некоторые известные грибные леса и рощи, а также советы от опытных грибников, как уйти с хорошим уловом. Все подробности у Полины Михальчук. Вообще так, пахнет вкусно. Понюхайте. Ну, пахнет вкусно, да. Как будто съедобно. Как будто съедобно, но лучше не советовать. Я, честно говоря, вот в этом плане его не так часто вижу. Лучше не советовать. Наш эксперимент с поиском грибов недалеко от Минина не увенчался успехом. Однако на счету у Дарьи Масуновой десятки, если не сотни, удачных походов в лес. Красноярка с детства ходит по грибы и, как никто другой, знает, где искать качественный и вкусный улов. Женщина рассказывает, в походах за грибами главное уделять внимание мелочам. Например, знать особенности местности, куда вы приехали искать грибной урожай, где преимущественно растут те или иные виды, под какими деревьями. Вот еще несколько советов, которыми Дарья поделилась с начинающими грибниками. Для того, чтобы поискать, нужно посмотреть, есть грибные места. Вот грибные места показатели, это поганки, самое удивительное, сыроежки. Если есть поганки, какие-нибудь другие грибы, которые вы, значит, и не знаете, во-первых, лучше не берите, но вы всегда будете знать, что, значит, и хорошие грибы в этом лесу есть. Значит, почва для грибницы вообще отличная. Надо ориентироваться на придорожную торговлю. Люди никогда не поедут с грибами куда-то за сот километров точно не поедут. Им надо быстрее продать. Поэтому, если вы видите, что продают, значит, доставляете машину, ходите и обязательно найдете. Вот Уяр – это место, Марьевка, Татьяновка, это те места, куда мы ездим, тоже белые грибы собирать совершенно спокойно. На самом деле, у опытных грибников не принято раскрывать свои секретные места, но, например, в социальных сетях люди любят делиться своими уловами. И вот что из известного нам удалось собрать, позвольте, я прямо зачитаю. Итак, Емельяновский район, деревня Плоская, хорошие маслята и подберезовики. Город Енисейск, много маслят. Емельяновский район, деревня Таскино, есть маслята и подберезовики, правда, некоторые из них червивые. Лес в районе Бобрового лога – маслята. Емельяновский район, поселок Красный Пахарь – тоже маслята. Лесосибирский район станции Обалакова – много рыжиков и маслят. В целом, как рассказывают грибники, найти хорошие грибы можно и в пределах Красноярска. Тем более, в этом году сезон начался раньше обычного. Пользователи соцсетей начали делиться своими находками еще с середины июня. Тогда же на прилавках стали продавать первые дикоросы. Сейчас в ассортименте есть практически все – шампиньоны, подберезовики, маслята, рыжики и даже белые грибы. К слову, последний считается самым прибыльным для местных продавцов. На рынках трехлитровое ведро белых грибов можно купить от двух до двух с половиной тысяч рублей. Остальные виды куда дешевле. Грибники рассказывают, что из-за благоприятной весны леса и рощи сейчас полны хорошим урожаем. Главное – больше слушать советов опытных людей и быть внимательными при поиске. Это надо знать все моменты. Вот, например, где грузди растут, около чего растут они, как их искать. Вот ты, например, увидел листья бугорком, вот такие, грузь же под листвой растет. Вот ты видел бугор листьев, вот такой, выпученный, значит там грузь. А где один грузь, там и рядом второй, и третий, и четвертый. И обязательно бабочек будет рядом расти. Поэтому один нашел грузь и крутишься вот так по кругу, пока семейку не найдешь. Маслята тоже, вот мелкие маслята, они редко бывают, чтобы червивые были. Но если дожди большие, значит это, как ее, хорошие дожди, значит грибы. Вот сейчас нынче будут грибов много. Опята тоже растут они семейками. Если нашел, ну, зря, они большинство на пнях. Ну, сейчас вот такая пошло как-то это, что они и в траве, и даже вот если береза, они могут на березе даже расти. Вот сейчас первый раз я увидела, да. В отличие от прошлого года, когда в Красноярском крае был достаточно жаркий и сухой июль, этот сезон выдался богатым на грибы. Эксперты говорят, что все благодаря жаркой погоде в мае и дождям в июне. Сначала земля успела прогреться, а уже после обильные осадки поспособствовали быстрому росту грибов. Бывало так, что грибы собирали чуть ли не в мае. Гриб — это такое же плодовое дерево, только живет под землей, называется мицелий. Как и всем растениям, ему нужны благоприятные условия этой температуры и влажности. Когда влажная почва прогреется, тогда мицелий и выбрасывает плодовое тело. В начале мая жара прогрела почву, потом пошли дожди. Вот и гриб пошел. К слову, многие опытные грибники просят начинающих не ходить в лес одних. Есть риск отравиться ложными грибами или просто заблудиться. Однако вот несколько признаков съедобных дикоросов для смельчаков, которые решат отправиться на поиски самостоятельно. Так называемая юбочка на ножке, слой трубчатого вида под шляпкой, приятный запах, а также насекомые на поверхности гриба. Также грибников просят не собирать старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. А вообще, чтобы быть уверенными в правильности выбора, можно скачать на телефон приложение, которое поможет сравнить растущий гриб и его съедобный аналог. Полина Михальчук, Сергей Токарев, Кирилл Иванов. Новости ТВК. В Березовском районе взрослый мужчина избил подростков. Как сообщили в полиции, конфликт произошел 6 июля на улице Яркая в деревне Кузнецова. Там возле магазина завязалась драка между компаниями подростков 15 и 16 лет. Свидетелем происходящего стал мужчина 36 лет, отец одного из парней. Мужчина подбежал в разгар конфликта и нанес несколько ударов обидчикам. На кадрах видно, что под тяжелую руку мужчины попали 4 подростка. Одного из них он повалил ударом ноги на землю. Мальчика госпитализировали с различными травмами. Он до сих пор находится в больнице. Его родители написали заявление на 36-летнего отца. Тот, в свою очередь, написал встречное заявление по факту причинения телесных повреждений его сыну. Полицейские сейчас проводят проверку. 116 законов приняли депутаты законодательного собрания «Края» в этом парламентском сезоне. Заключительная сессия прошла сегодня. На ней рассмотрели как традиционные вопросы, которые касаются внесения изменений в краевые законы, так и обнародовали результаты депутатского расследования о градостроительстве и земельных отношениях в Красноярске. Подробности в сюжете далее. Принимается? Нет возражений? Тогда прошу включить режим голосования во втором чтении. Завершающая парламентский сезон сессия в повестке около 50 вопросов. Среди них в основном финальные правки в проекты краевых законов. Всего за полгода депутаты провели около 100 заседаний профильных комитетов и рабочих групп и приняли 116 законов и 375 постановлений. Такие темпы работы диктует время, говорит спикер Краевого парламента Алексей Додатко. Довольно плотно пришлось поработать, собственно, в связи с тем, что и обстоятельства, на которые приходилось реагировать Краевому парламенту, требовали от нас соответствующей скорости принятия решений. Так же, как депутаты продолжат работу в своих избирательных округах, продолжат вести приемы граждан, взаимодействовать с органами местного самоуправления, продолжат работу в рамках рабочих групп и комитетов по рассмотрению и подготовке законопроектов, которые выйдут уже на осеннюю сессию. Один из важнейших вопросов касался земельных отношений и градостроительства в Красноярске. Были подведены итоги депутатского расследования. Рабочая группа парламентариев была создана в начале июня. Они выявили, что более 30 земельных участков площадью 307 тысяч квадратов были выданы чиновниками администрации Красноярска в частные руки по сомнительным процедурам. Их катастрофовая стоимость – 475 миллионов рублей, рыночная – полтора миллиарда. Генплан обещали поменять, не поменяли. Соответственно, в правила землепользования, застройки изменения тоже не внесены. Будем дальше все эти случаи расследовать. Те списки, которые у нас есть, они включают сотни объектов. Это надо по каждому проехать, посмотреть. И дальше по каждому случаю будем привлекать правоохранительные органы. Представители администрации на заседание не пришли. Депутаты заявили, это свидетельство организационного хаоса в мэрии, нежелание нести ответственность. В итоге выступать на сессии пришлось руководителю службы по контролю градостроительной деятельности края Константину Шумову. Он заявил, его ведомство выявило тенденцию частного внесения чиновниками изменений в проект уличной дорожной сети. А пространство в краевой столице необходимо развивать комплексно и с помощью публичных конкурсов. Мы ожидаем, наша служба ожидает в частности, мы не занимаемся градостроительной политикой, мы только как инструмент этой градостроительной политики и медиконтроля. Мы ожидаем принятия соответствующих решений, которые, на наш взгляд, все-таки позволят системно развивать пространство целого фрагмента городской застройки, пользуясь механизмом комплексного развития территории. После почти двухчасового обсуждения градостроительных действий администрации города, депутаты озвучили, как исправить ситуацию. Так, по имеющимся фактам, материалы будут переданы в Следственный комитет. Кроме того, предложено распределить полномочия по выдаче разрешения на строительство между городской и краевой властью, а также внести поправки в земельное законодательство. При анализе ситуации, если мы поймем, что эффективнее этим будет распоряжаться и принимать решения на краевом уровне, очевидно, мы так и сделаем. Я пока осторожно об этом говорю, потому что действительно Красноярский край большой, и здесь, в городе Красноярске, заниматься земельными участками по всему Красноярскому краю, ну, было бы, наверное, слишком самоуверенно и не всегда эффективно. Может быть, только по части муниципалитетов. Город Красноярск – это столица, готовится к 400-летию, и он точно требует особого внимания. Депутаты считают, что важно распоряжаться земельными участками в интересах горожан. Елена Армаз, Кирилл Иванов, Новости ДВК. Сегодня деятельность рабочей группы по поиску незаконных действий с земельными участками прокомментировали и в самой мэрии. Заместитель главы города Олег Животов заявил, что представители администрации всегда действовали в рамках закона, участвовали во всех заседаниях рабочей группы по градостроительству, отвечали на вопросы и предоставляли необходимые документы, но натыкались, цитата, на хамство и передергивание. Конец цитаты. По мнению Животова, единственная цель, которую преследует рабочая группа – забрать у муниципалитета полномочия по предоставлению земельных участков и разрешении на строительство, а не внесение недостающих правок в законодательство. Складывалось впечатление, что по сути поставленных вопросов, ответа никто выслушивать и разбираться в их сути не хотел. Более того, зачастую в отношении представителей администрации допускалось откровенно хамское поведение под передергивание фактов, навешивание ярлыков. Мы неоднократно на протяжении нескольких лет выступаем с теми или иными законодательными инициативами, которые направлены на совершенствование градостроительной и земельной политики города Красноярска. Скажу честно, большая часть этих инициатив до сих пор не нашла должного отклика. Мы неоднократно в своих диалогах обращали внимание, что муниципалитет работает исключительно в рамках существующего сегодня законодательства. Но нас системно пытались перевести в обсуждение оценочных категорий, понятийных решений, что считаю недопустимо, потому что мы выполняем и осуществляем муниципальные услуги в полном соответствии с действующим законодательством. Какое законодательство, такие и действия. Ну и в завершение хотелось бы отметить, что для себя с удивлением я, наверное, первый раз в сфере взаимодействия с законодательным собранием сделал вывод, что высокая трибуна органа законодательной власти Красноярского края сегодня была использована для озвучивания ничем не подтвержденных, не обоснованных обвинений в адрес сотрудников и служащих муниципальной власти. Напомню, рабочая группа по поиску незаконных действий мэрии с земельными участками образовалась в начале июня. Краевые депутаты намеревались выяснить, нарушили ли городские чиновники законы при строительстве, как выразили сами авторы, городостроительных чудовищ. Речь идет о так называемых строениях «Кантри-2» и «Кантри-3». Они так названы в честь скандального кафе «Намира». Два объекта – это павильон напротив гостиницы у Центрального рынка на улице Республики и участок на пересечении Ады Лебедева и Принсона. Там никакого здания еще нет, но земля также находится в частных руках. И, по мнению депутатов, вид построенного там здания может получиться сомнительным. Однако политологи и эксперты не исключают того, что создание рабочей группы – это специально организованная кампания против мэрии. Связано это с тем, что осенью у главы города Сергея Еремина истекает срок действия полномочий. Некоторые называют это информационной атакой на мэрию. В Красноярске жители Академгородка заметили ядовитую змею. Что делать, чтобы на вас не напала экзотическое животное, расскажем в рубрике «Новости коротко». Жители Академгородка заметили ядовитую змею, которая ползла у входа в подъезд. Практически сразу авторы ролика начали спорить, ядовитая она или нет. Один из них предполагает, что это безобидный уш. Однако в Центре помощи диким животным «Инстинкт» специалисты предупредили, что на видео щитомордник – он ядовитый. В природе этот вид можно узнать по характерным щиткам на голове и узким вертикальным зрачкам, какие бывают у ядовитых змей. Специалисты предупреждают, что подходить к змее, тем более ловить ее, ни в коем случае нельзя. Если вы встретили присмыкающийся, не приближайтесь к ней и вызовите службу отлова. Также можно связаться с Центром помощи диким животным «Инстинкт» по телефону 8-967-601-09-81. В Красноярском крае за первую половину 2022 года снизилось количество преступлений. Всего с начала года полицейские зарегистрировали у нас в регионе 22 806 преступлений. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, грабежи, причинение вреда здоровью, сократилось более чем на 10%. Раскрываемость преступлений в этот период составила около 60%. Но раскрываемость разбойных нападений, например, составила более 95%, а убийств и изнасилований – 100%. Кроме свежих преступлений, сотрудники полиции работают и над происшествиями прошлых лет. За полгода удалось раскрыть 723 подобных дела, включая 192 тяжких и особо тяжких. Красноярцев приглашают отметить День семьи, любви и верности. В честь праздника 8 июля в сквере энтузиастов пройдет фестиваль. Там будут работать площадки, где можно получить советы психологов, заняться семейной йогой, украсить дерево лентами и сделать романтическое фото со своей второй половинкой. Для зрителей также выступят иллюзионисты и творческие коллективы. Главной изюминкой станут легкоатлетические забеги. В них смогут принять участие как родители с маленькими детьми, так и молодые пары. Участие в фестивале бесплатное. А как изменилась ваша продуктовая корзина? Это главный вопрос этого эфира. После 24 февраля цены в магазинах существенно изменились. Отразилось ли это на том, как вы ведете домашнее хозяйство и какие продукты вы выбираете? Такой вопрос мы задаем сегодня вам в течение всего эфира. И на эту минуту показатели следующие. 22% опрошенных говорят, что нет, их продуктовая корзина не изменилась. И абсолютное большинство, если вторую-третью строчку суммировать, это больше 70%. Говорят о том, что да, пришлось отказаться от некоторых продуктов. Но и в 32% случаев все-таки речь идет о полной смене всех предпочтений. Продолжайте голосовать. В завершение этого эфира мы будем подводить окончательные итоги и смотреть нам итоговый результат. В Красноярске появилось очередное кафе-кантри. Продолжаем градостроительную тему. Сейчас речь идет про двухэтажное заведение Тести Фейсти на улице Можайского 5. О незаконной постройке рассказали в региональном штабе Народного фронта. Там заявили, что раньше на месте этого здания стоял павильон площадью 50 квадратных метров. Однако спустя время на его месте неожиданно для местных жителей появилось двухэтажное здание – кафе в 200 квадратных метров. Позже предприниматели оформили его в собственность. Еще позже группа активистов обратилась в мэрию, где им заявили, что кафе построено законно, так как строение является объектом капитального строительства. Тем не менее, с этим не согласился стройнадзор. Он назвал постройку павильоном, а позже выяснилось, что здание и вовсе предназначалось не для кафе, а для переговорного пункта. В итоге Департамент муниципального имущества и земельных отношений потребовал у суда забрать право собственности на постройку и исключить сведения о ней из рейстра недвижимости. Суд это требование удовлетворил, однако, по словам представителя Народного фронта, здание все же осталось стоять нетронутым. Напомню, похожая ситуация происходит сейчас со скандально известным кафе «Кантри», которое незаконно появилось посреди тротуара на проспекте Мира. Разбирательства длятся в течение нескольких лет, однако в марте этого года суд все же постановил снести «Кантри» в течение полугода. Судьбу новой постройки узнаем после разбирательств. Изменилась ли ваша продуктовая корзина после 24 февраля? Это голосование продолжается в эти минуты, и я надеюсь, вы успеваете проголосовать, чтобы в завершении эфира мы увидели и ваше мнение, отраженное в этих цифрах. Ну а пока очередное сообщение о новых градостроительных изменениях, но в этот раз очень приятное. Гигантские суслики, скелет динозавра и аллея качелей. Все это бесплатная детская площадка, которая появилась на острове Татышев. Называется она «Маленький Татышев», открылась сегодня. Расположена она в восточной части парка, недалеко от Вантового моста. По задумке на ней разместили все то, что есть на острове. Фигурки сусликов, которым дали имена Тат и шеф, качалки в виде уточек и яблоки, будто бы упавшие из деревьев. Появился также музыкальный городок, конструкция для создания отпечатка тела, скалодром и многое другое. Всего на площадке сейчас 9 зон для детей в возрасте от 2 до 12 лет. И у каждой локации свое описание и свой возрастной контингент. Помимо этого, в честь открытия МЭИ, мэр Сергей Еремин заявил, что в ближайшие выходные дети смогут прокатиться на паровозике. На выходные вот этот электрический паровозик поставим, потому что здесь к Вантовому мосту близко. А вот от Октябрьского моста, от той площадки с восточной части, поставим паровозик, прям два дня, пусть он бесплатно для ребятишек поработает. Специально по шаттловому маршруту от Октябрьского моста, от визит центра до маленького Татышева. Общая территория парка почти 9 тысяч квадратных метров. И половину городка отдали под озеленение. Природность детского парка подчеркнули искусственными холмами, деревянными стенками и тоннелями с горками. Также на территории детского городка появится гостевой павильон площадью 150 квадратных метров. Он еще не построен, специалисты сейчас завершают работы. В гостевом павильоне разместят комнату матери и ребенка, туалеты и кафетерий. Заросший пустырь и опасные отходы. На этот раз проект «Песочница» отправился на переулок Светлогорский. Местные жители недовольны скудным двором, по соседству с которым находится свалка технических отходов. При этом и управляющая компания, и стройнадзор знают об опасности, уверяют жители, но мусор так и лежит рядом с жилым домом. Игорь Шишкин расскажет подробнее. Проект «Песочница» продолжается, и сегодня мы по адресу переулок Светлогорский, 10-Б. И может показаться, что мы находимся на каком-то пустыре, но это не так. На самом деле, если немного пройти, то можно увидеть здесь детскую площадку. Если это, конечно, можно так назвать, потому что здесь всего три локации для детей. Небольшая беседка, песочница и горка. Начнем с горки. Ну, справедливости ради скажем, что выглядит она неплохо. Она целая, видно, что она не старая, ее недавно здесь поставили. Вполне безопасная, даже не потертая. Возможно, потому что дети здесь просто не играют. Песочница вроде бы целая, тоже вся конструкция не нарушена. Но вот сам песок как будто бы просто насыпали, вывалили и больше с ним ничего не делали. Непонятно, свежий он или нет, но не скажешь, что здесь дети играют. Немного хуже выглядит беседка. Вот здесь уже видно, что краска потихонечку отходит. Она нуждается в косметическом обновлении. Здесь предполагаются даже какие-то игровые элементы развивающие, видимо, для со всех маленьких ребятишек. Но все это в таком уже довольно поношенном, использованном, сильно использованном состоянии. И уже очевидно нуждается в обновлении, потому что краска просто отходит. Крыша тоже нуждается в покраске. И просто, ну, это необходимо привести в порядок. И на этом все. Детская площадка по адресу Переулок, Светлогорский, 10Б, на этих трех локациях заканчивается. При том, что территория довольно большая, здесь мы видим вот очень много места, за которым не особо следят, потому что видно, вон там около забора бетонного поросла трава. Именно поэтому местные жители и обратились в проект песочницы, потому что им хотелось бы, конечно, видеть здесь больше активности для детей. Вообще, ну, лавочки и другие локации, элементы, качели, в конце концов, для детей. При всем при этом сам дом и этот двор, он довольно новый. Ему всего, по словам местных жителей, всего два года. И рядом с домом находится, судя по всему, гаражный кооператив. И как раз к этой территории у местных жителей есть вопросы. Это просто поросший кусок земли, за ним никто не следит, это абсолютно очевидно. Есть остатки каких-то бетонных конструкций. А около забора, мы сейчас покажем, есть свалка мусора. И вот если подойти как раз вот к этому забору поближе, пройти все вот эти заросли, можно увидеть, что там действительно валяются опасные отходы. Мы видим какие-то корпуса холодильников, различный бытовой мусор, технический мусор. Местные жители говорят, что там валяются канистры из-под автохимии, из-под автомобильных масел. Все это, конечно, не должно находиться в нескольких метрах от жилого дома, и тем более в нескольких метрах от детской площадки. При всем при этом нельзя сказать, что местные жители бездействуют. По их словам, они неоднократно обращались и в саму управляющую компанию, и даже обращались в стройнадзор. Это орган, который должен контролировать работу всех управляющих компаний в Красноярске. Но эти обращения в итоге ни к чему не привели. Если вопрос обновления детской площадки, установки во дворе новых элементов для детей, это непосредственно вопрос, который должны решать местные жители с управляющей компанией, они должны принять решение на совете дома и так далее, то вот вопрос нахождения рядом с жилым домом небезопасных отходов, опасных отходов, токсичных, технических отходов, это, конечно, вопрос, на который, нам кажется, должны обратить внимание компетентные органы и еще раз проверить то, что здесь происходит. Это был Игорь Шишкин и проект «Песочница». Если вы хотите, чтобы «Песочница» посетила ваш двор, напишите нам свой адрес в любых социальных сетях с пометкой «Песочница ТВК» или позвоните в редакцию по телефону 200-00-65. Ну и продолжая тему благоустройства в том числе, что делать, если ваша управляющая компания не проводит в доме ремонт и существует ли порядок, который контролирует установку кондиционера в квартире. Эксперт Наталья Балавина прямо сейчас расскажет об этом в прямом эфире в рубрике «Вопросы ЖКХ». Управляющая компания обязана проводить ремонт в доме каждые пять лет. Куда обращаться, если она этого не делает? Первое, что необходимо для проведения текущего ремонта ваших подъездов, вашего многоквартирного дома. Нужно посмотреть, имеется ли у вас протокол на проведение такого текущего ремонта. Это может быть либо общее собрание всех собственников, либо протокол от Совета многоквартирного дома, если он уполномочен на решение по проведению ремонта. И второе, необходимо посмотреть наличие денежных средств на счете вашего дома за услугу текущий ремонт. Если денег достаточно и имеется протокол, управляющая компания обязана сделать ремонт. Если протокол есть, не хватает денег, необходимо рассмотреть вопрос о повышении тарифа. А если всего достаточно и имеется и протокол, и деньги, и не делается ремонт, необходимо обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля. Соседи установили кондиционер у моего окна. Он шумит и мешает спать. Есть ли порядок или определенный стандарт, который контролирует установку кондиционера в квартире? У нас существует много ГОСТов на установку разного вида шумовых устройств, так скажем. И также существует ГОСТ на соблюдение тишины в квартирах. Для того, чтобы определить, действительно ли шум этого кондиционера нарушает какие-то нормативы, у нас в городе Красноярске существует 7 экспертных организаций. Вы их можете найти на сайте в интернете. Обратиться в любую из этих экспертных организаций, которая приедет к вам, замерит шум, который у вас в квартире, сделает заключение. И тогда на основании этого вы можете обратиться в суд на демонтаж данного кондиционера. Это была Наталья Балабина. И я напомню, свои вопросы вы можете задавать по номеру 200-0065, также писать в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну и прямо сейчас мы готовы подвести итоги сегодняшнего опроса. Вместе с вами мы пытались разобраться, как изменилась продуктовая корзина после 24 февраля. За время нашего эфира меньше стало голосующих по первому варианту. Это вариант, что нет, никак не изменилось. Стартовали мы с отметки в 23%, а сейчас голосующих только 21%. Каждый второй говорит о том, что действительно пришлось отказаться от некоторых продуктов. И каждому третьему пришлось полностью пересмотреть все свои пищевые привычки, пересмотреть свой рацион. Ну и явно мы с вами понимаем, что не в пользу удорожания и какой-то более качественной продукции, а все-таки в пользу более дешевых товаров. Будем следить в том числе за этой темой. И в продолжении нашего информационного часа поговорим с экспертом о том, что происходит с ценами и как они будут меняться в дальнейшем. Ну а на этом выпуск наш подошел к концу. Если вы пропустили, либо не сначала смотрели этот информационный выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, узнавайте новости самыми первыми. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова